Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Развелась с мужем, очень стало тяжело, скучая по нему, но из-за прошлых ошибок и поведения, которые он сейчас показывает, растет обида. Как отбросить это, это все и жить дальше. Во-первых, развод это травма, и травму нужно прожить, а ваши чувства, вашу боль нужно прожить. После того, как проживаете, появятся ресурсы для того, чтобы жить дальше. Что касается того, что вы скучаете по нему, то это потребность. Нужно эту потребность определить и найти альтернативные способы их реализовывать. Да вам станет более понятно, какие чувства вы испытываете к мужу. Пока это выглядит больше как привязанность. Что касается прошлых ошибок и поведения, то здесь ситуация такая, что у вас ожидание по отношению к мужу. То есть вы ждете, что он изменится, вы ждете, что он будет другим. Но формально и фактически вы уже развелись и вы как бы уже друг другу ничего не должны. И он живет своей жизнью и так далее, но вы своей жизнью не живете. И соответственно потенциал к реализации, вы здесь направляете на мужу. Вот. Это опять же необходимо скорректировать и перенаправить на себя. Чтобы вы не ждали, что человек изменится, а сами начали жить. То, что вам в вашей жизни не интересно, это является ключевой в данном случае проблемой. Кроме того, к разводу привели некоторые патроны вашего поведения. Их также необходимо выявить и скорректировать для того, чтобы будущие отношения не оказались подвергнуты этим моделям. То есть необходимо взять личную ответственность за то, что произошел развод. И увидеть свой вклад в это. А пока-то получается, что вы вините во всем только мужа. Это довольно деструктивная позиция, как мне видится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь.